Вице-губернатор Анна Минькова во время визита в Северский район посетила капитально отремонтированные соцобъекты в Станицыно-Водмитриевской. С 1 марта для посетителей откроют обновлённую амбулаторию, которая будет обслуживать около 8 тысяч человек. Изменения после ремонта, что называется, налицо. «Посмотрите, насколько красиво, ясно, солнечно здесь стало». «А я уже там увидела, что всё стало по-другому. Уже с посада всё понятно, с входной группы всё понятно. Совсем другое настроение». В амбулатории будут проводить приём педиатр, терапевт и гинеколог. Также здесь расположится дневной стационар. В ближайшее время планируют поставить аппарат УЗИ. На капитальный ремонт медучреждения из краевого бюджета выделили более 30 миллионов рублей. Осмотрели и местный дом культуры. С просьбой о ремонте к Ане Миньковой обратились жители станицы во время личного приёма чуть больше года назад. За это время ДК успели капитально отремонтировать. Реконструкция здания проходила в несколько этапов. От старого остались только стены. Полностью заменили систему воды, электроснабжения, отопления. Новую сцену актового зала по достоинству оценил хореограф Алексей Александров. Молодой специалист каждый день ездит в Новодмитриевскую из Краснодара. И о своём выборе места работы не жалеет. Ну как обновлённый ДК? Как бы это сказать так? Ладно, скорбекись, божественно. Солнечное освещение стало намного лучше. Сцена очень хорошо тоже сделана. Контакт с полом отлично идёт. Дети могут спокойно партнерную какую-то работу им давать. Я не боюсь, что там какие-то музыка поймается. Сиденья тоже мягкие, а свет – это, пожалуй, самое лучшее. И, главное, музыка – это самое лучшее. Акустика. Да, акустика стало намного лучшее, оборудование очень качественное. После капитального ремонта в здании появились тёплые туалеты и даже душевые. Современные удобства по достоинству оценили дети, участники кружков доп. образования и их родители. Осталось благоустроить прилегающую территорию. Дизайнеры уже разработали несколько интересных вариантов с комфортными зонами отдыха. Теперь поселению нужно войти в краевую программу и получить финансирование.